Древняя кумипермятская традиция извлекать музыку буквально из любых предметов, попавших под руку, в этом инструменте прослеживается невооруженным взглядом. Хотя предмет давно утратил свою основную бытовую функцию, название сохранил старое и дословно переводится как «деревянная палка для глажки». Это утюб. Это стиральный отбивали. Да, когда стирали тоже вот так вот. Массажер, наверное, когда муж пьяный приходил, вот так же и гладила жена мужа. Нежненько. Вот так ткань укладывали на другую досочку, и вот этой вот штукой, вот, например, вот эта стол ткань у нас лежит. Наматывали, наматывали. Да, наматывали эту ткань, например, вот рогожку какую-то, да. И вот таким образом, таким, и как бы нижняя вот эта обмотанная ткань, она прокручивалась под вот этой штукой. И вот таким образом, видимо, проглаживалась. Когда этот бытовой предмет у коми-пермяков вдруг стал музыкальным инструментом? Как соединил в себе доску для глажки белья и веретено для придения? Сегодня вам уже, пожалуй, точно никто и не скажет. Однако предпосылки к тому были даже с исторической точки зрения. Во-первых, надо сказать, что у коми-пермяков своих музыкальных инструментов, как таковых, и не было. А во-вторых, бабушки наши рассказывали, когда во время войны вот деревню Сизово возьмем, откуда я родом, и вот мои бабушки, эти сестры Сизовы, там, говорит, у нас было в этой деревне больше 20 гармонистов. В каждом доме был гармонист. А после войны вернулось несколько человек, вообще мужчин, не то что гармонистов, инструментов не стало. Музыка же нужна была, она и в быту нужна была. И досуг скрасить, и на вечерку выйти с девушками, чтобы было под что поиграть, поплясать. Техника игры на этом инструменте, конечно, не хитрая. Главное здесь иметь слух и попадать в такт композиции. Веретеном водят по всей поверхности доски сверху вниз, от начала до конца, для более длинного звука, или на коротком отрезке, для более динамичного звука. Однако, стоит отметить, что старинный экземпляр такого нэша имеет какой-то особый глухой звук, который вам не даст, например, свежее дерево. Ну а большой концерт от коми-пермятского коллектива «Визы в шор» из села Юксеева Качевского района С применением и гладичан, нэша, и пылян, и пубарабана мы увидим и услышим уже в следующем выпуске музыки «Прикамья». Субтитры создавал DimaTorzok